Так быстро прям бежите, я не знаю, у вас марафон или вы на перегонке. Нет, подождите, а можно вас прям оставлять на минутку? Серьезно, это важно. Я просто хочу пообщаться. Прям буквально на минуточку. Ты сможешь так же быстро идти? Ну я не могу так быстро идти, потому что у меня нога болит. Я на тренировку повредил. Представляете? Да на это, на айкидо кинули меня, короче. Через себя. Нет, прям серьезно, на минуточку, девчонки, это важно. А, да минутка ничего не решит. Просто на минутку я вас прям отправлю. Вы вовремя будете. Ну ты бы уже успел бы сказать. Нет, ну серьезно, у меня тяжело за вами бежать просто. И я вот все, короче, это хочу восстановить. Ну серьезно, прям отважно на самом деле. Ну одна из вас мне понравилась, представляете? Бывает такое. Вот хочу пообщаться немножечко, прям серьезно. А, что? Нет, прям правда. Нет, я вас отпущу серьезно, девчонки. Прям как бы это, прям да, вот прям буквально минутку и правда отпущу. Торопливые. А куда вы там, на это, на тус какой-то? Я вам опаздываю. Нет, тихо, 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 тихо. Тихо, нет, серьезно, прям это. Ну все, давай ближе к делу. Ближе к делу, короче. Но ты мне понравилась, что ближе к делу. Настойчивая девушка. Что? Окей, очень приятно, да, но как бы вот я не знакомлюсь на улице. А я не знакомлюсь на улице, я просто пообщаться подошел. Представляешь, бывает такое, вот я шел, увидел тебя, и мне понравилось. Я думаю, почему бы не подойти, не пообщаться? Ты вроде веселая, прикольная девушка. Нет, не только с подружкой. Нет, подожди. Ну, на самом деле, если так можешь веселиться с подружкой, значит, ты можешь веселиться там с другими. Так, ну я уверен в этом. Офигеть, у тебя колец. Ты просто как это. Вот, слушай, ну прям серьезно понравилось. Вот хочу как бы, да, окей. А вы вместе работаете, учитесь или что? Просто это. Мы вместе торопимся. Не, правда, правда, тихо, 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 ну не кричите. Вы так начинаете кричать, короче, когда это. Вот, прям я в шоке на самом деле. Нет, ну на самом деле молодой человек, нам как бы нужно идти. Нет, подожди, подожди, тихо, 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 тихо. Я понимаю, я понимаю. Это не норма, да. Это нормально, то, что как бы, ну не норма, подожди, что именно? Я хочу уточнить. Ну вот так вот на улице подходить просто. Нет, а где я должен был, куда идти, к тебе в квартиру или что? Ну, как-нибудь не знаю. Или, не знаю, там, это, в торговом центре или где, в гараже. Это твои варианты. Ну, представляешь, бывает такое, что девушка нравится мужчине. Правда, мужчина там нравится девушке? Немножко. Правда? Нет. Ну, это нормально. Почему, как бы, вот это вот из ряда воду находящих? Потому что в такие ситуации, хорошо, ничего не заканчивается. Чем? Подожди, почему? А чем они заканчиваются? Ну, как бы, я там, я обычный парень, которому ты понравился. Я не собираюсь там сексуальное рабство продать или еще чего-то. Я просто хочу пообщаться. Нет, ну, вот мы уже пообщались. Ну, как бы, ну, что вот. Как тебя зовут, кстати, ну, вот. Меня никак не зовут. Не, ну, серьезно, как? Нет, серьезно никак. Не, ну, как бы, смотри, я просто считаю, что к девушкам вообще и к людям в целом прилично обращаться по имени, вежливо. Да. Есть такое слово вежливость? Нет. Вот, как тебя зовут? Если я скажу имя, ты отпустишь нас? Я вас отпущу, вот, прям, буквально через полминуты. Это серьезно важно, девчонки. Я просто так не стал задерживать. Смысл? Нет, ну, как бы... Мы можем уйти без него. Вы сейчас уйдете? Меня зовут Аня. А меня Антон зовут? Очень приятно. Очень приятно. Так, четырех пальчиков. А тебя как зовут? Нет, прям, подожди, серьезно. Это важно, на самом деле. Нет, ну, ты обещал, что мы можем уйти. Сейчас отпущу. Я скажу имя, вы отпустили. Хватитешь имтажировать, боже мой. Я уже себя заложником, заложником считаю. Ну, серьезно, как тебя зовут-то? Ну, я сказал, почему, спрашиваю имя, потому что это... Лола. Офигеть, мне Антон. Ты тоже четырех пальчиками. Слушай, прям, ну, серьезно понравилось, как бы. Окей, это... Вот, и я хочу тебя еще увидеть. Исключено. Почему? Очень занятой график. Ну, я уверен, что мы часик найдем пообщаться. Прям буквально часик. Нет, я не уверена. После работы там встретимся, посидим чаю попьем. Нет, нет. Ну, ты же сейчас время нашла, чтобы там побегать с подружкой. Ну, потому что сейчас... Вот, потому что мы торопимся очень сильно. Не, ну, серьезно, вот я тебе говорю, что часик мы найдем. Всегда можно найти часик. Короче, пиши номер. Я не помню, у меня новый. Короче, скажи ее номер, новый. Ну, в телефонной книге-то есть. Сейчас, да, сейчас. Эх, такая. Да сейчас я вас отпущу, ну, серьезно, как бы, это важно. 8. Пиши. Пиши, как раз. 826, 845, 84, 53. А, точно. Так, подожди, напиши своими еще, я прям сейчас дадаю. Ян. Сейчас, подожди, минуту. Прям это важно тоже. Сейчас я позвоню, чтобы номер сохранился. А, подожди, там смс-ка придет? Должна? Да, должна. Ну, сейчас, короче, скажешь, что это, и я спрошу, и я отпущу вас. Правда отпущу. Тут такая права, это. Так, в смысле, как я скажу, если у меня выключен телефон? Это не тот номер, кто-то другой взял. Фианна. Ты к чему номеру мне дали? Такого быть не может. Точно? Да, да. А телефон твой где? 53 заканчивается. Вот. Не, подожди. А, погодь, чего мы тупим-то? Короче, а хотя, подожди. А у тебя выключены, да? Или что? Да, разрядился телефон. А что это сейчас за допрос вообще такой? Блин, а просто это... Тихо, 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 тихо. Сейчас уже правда реально сильно опасно. А чей номер-то? Очень сильно. Как чей? Подруги кают. Просто несколько номеров у телефонов, у демок. Я поменяла не только номер, я его не буду. Я помню, у меня разрядился телефон сейчас. Нет, ну как бы как мы с тобой свяжемся? Ну, понимаешь, мне телефон, телефон мне нафиг не нужен. Как бы, ну, в целом. Я как бы хочу тебя увидеть. А, понимаешь? Это на я, пожалуйста. Нет, потом, потом, мне сейчас. Серьезно, это вообще, это да. Нет, нет, в смысле? Нам нужно идти очень срочно. Вы дали чей это телефон? Все. Да, пойдем. Ну все, ладно, короче, пока. Мы тут телевизором? Черт. Там, вот, что-то, короче, какая-то дичь была, Дэнчик. Ты отбывал, ну, что-то орет. Короче, дали телефон, а телефон, короче, чей-то левый. Ну, кто-то другой берет, какая девка и начинает говорить. Я говорю, блядь, телефон не тот. Типа, я говорю, ну, как бы это, давай на мой позвонишь. Она говорит, выключена. Блядь, думаю. Хулиганки. Вот, нагречить телефон-то. Вот, ну, короче, я в итоге хер забил. Ну, как бы, я не люблю особо допрашивать, там, выпрашиваю. Ну, правильно, ну, в такой ситуации вообще надо было их подразвести. Одну забрать. А то они, видишь, там, друг с другом выебываются. Не, одна ты стояла, как бы, это, а, типа, вот, когда они выебываются, начали одну сразу отводить. Ну, вообще, да, немножко с обеими пообщался, и потом одну забираешь, и сиди, ей уже так, по-серьезски. Ну, вот. Ты говоришь, понравилось, там все дела. Шпили-вили, два дела. Самое главное, мне нравится, что ты очень настойчивый, и что ты на позитиве, это вообще очень круто. Левая, кстати, прикольная была, вот, встретился, но, ну, конечно, я не знаю, может, позвоню потом, это, кому... Левая. По-моему, да, это... Квалификация девушек такая, правая, левая, средняя, дальняя, нижняя, нижняя. Вот, ну, там, это, носить на себя, типа. Которая, короче, да, вот, а со стороны ты сила. Здорово. Не ожидали меня здесь увидеть. Смотрите, такой комментарий по поводу этого видео. Очень круто, что Антон проявляет столько настойчивости. Конечно же, отдельные индивидуумы сейчас скажут, вот, он там уговаривает, унижается. Нифига не так, и мне нравится, что он играет, он их передразнивает, он над ними стебется. Антон, ты вообще красавчик. Вот. И суть такая, что нужно научиться проявлять настойчивость, пусть даже такую. Она ему и в жизни пригодится, и в бизнесе, и в работе, и где угодно, и с женщинами так же. И когда он увидит ту самую левитирующую над землей женщину своей мечты, у него не будет проблем с тем, чтобы проявить какую-то настойчивость, чтобы получить от нее какую-то заинтересованность, взять телефон, и потом, соответственно, чтобы девушка с удовольствием пришла на свидание. Вот. Наверное, здесь уже ему самому не нужен их телефон, потому что понятно, что, ну, хотел сказать пиздюшки, ну, наверное, скажу пиздюшки, перегибают палку с тем, что мы такие звезды, но ради тренировки это очень круто. И такую тренировку, как здесь, и как показывает Антон, нигде в обычной жизни ты не получишь, потому что я могу сто процентов сказать, что самостоятельно никто не делает, не заходит настолько далеко. Люди отваливаются, и в частности ты отваливаешься гораздо раньше, чем мог бы, например, продержаться. И в этом проблема. Конечно, в обычной жизни, если девушка уже 50 раз говорит «нет», нужно отказаться и сказать «все, давайте, это не мое», но ты должен научиться проявлять настойчивость. И самая отличная сейчас для тебя перспектива и вариант научиться проявлять настойчивость – это прийти на тренинг-практика, на котором мы будем возвращать тебя, на котором мы будем заставлять тебя проявлять эту настойчивость. Тебе некуда будет сбежать. Я тебя приглашаю туда, откуда тебе некуда будет сбежать. 25-28 по 28 октября в Москве. Я лично, рука об руку с тобой, Денчик и еще другие мои тренеры, Юра. Мы будем помогать тебе учиться проявлять настойчивость, давать тебе обратную связь. Рука об руку будем делать с тобой все эти практические задания. Ссылка для записи внизу. Учитесь у этого парня. Антоха, ты красавчик. Все, увидимся на тренинге. Пока. Привет. Ты как-то по-праздничному прямо одета. Да. Такая прям. Слушай, а ты прям, ну, не знаю, ты как будто с какого-то балла или что это. Слушай, подожди, ты на лифт, да? А? Да, на лифт. Слушай, а можно прям тебя остановить? Ну, буквально вот на минуточку я тебя прям посажу в следующий. Правда. В целости, сохранности. Прям хочу просто пообщаться, не знаю, вот увидел и решил, что очень интересно. Ты что-то, а что ты, короче, ты, говорит, набинаешь, что-то? Задумалась. А, офигеть. О чем думаешь-то? Ну, если не секрет. По времени. Куда я успеваю, куда я успеваю. А, ты тусить собралась куда-то? Нет. Дела есть, пожалуйста. Ага. Прям на вечер глядя, короче. Ну, хотя сегодня же суббота, да? В принципе, почему бы и нет? У тебя, кстати, знаешь, такое какое-то очень интересное выражение лиса сейчас, да? Выражение лиса. Ты всегда так думаешь, да? Просто как-то брови играют и прям, не знаю. Угу. Мне просто, ну, как бы, мне нравится девушка с такой активной мимикой. Угу. Почему? Как бы, ну, не знаю, живые такие. Ты какая-то даже немного скалоба открытая, искренняя. Ну, по крайней мере, такое впечатление производишь. Какая-то открытая, виск. Да, да, ну, как бы, ты стоишь в современной... Нет, почему? Я пошутила. Нет, просто в современном-то обществе, как бы, знаешь, все такие старые, какие-то скованные, закрытые. А ты прям, не знаю, какая-то необычная, серьезная. Прям кольцо веселое, такое, ромбиком. А как тебя зовут-то, кстати? Лиза. А меня Антон. Лиза. Мне тоже приятно. Ух ты. Видишь, пожатие такое прям какое-то, я не знаю, такое прям серьезное. Лизонька, а ты тут что, шопилась или что? Время прокала. А, а я вот с другом хочу увидеться, к нему сейчас такое. Угу. Офигеть. Слушай, ну ты прям интересная какая-то, не знаю. Хочу тебя еще увидеть. Спасибо. Спасибо? Слушай, ну я хочу увидеть тебя. Давай обменяемся телефонами, я тебе позвоню. Я, к сожалению, не знаю. Ты ждешь лифт? Нет. А что? Был так, в смысле, с тех, кто меня занят. Чем у меня занято? Частью. Кровью? Да нет, смотри, короче, я же тебе как бы, ну предлагаю просто встретиться, пообщаться. Ничего такого. Ну ничего такого, но, к сожалению. Ну, не, ну в смысле, как бы, не секс, ничего такого особенного. Да, да что ты говоришь, я вроде и так это понимаю. Ты, то есть, как бы, ну, как бы, в чем причина тогда? Мне кажется. У тебя так глаза такие бегают. Прям, ну у тебя это, слушай, у тебя прям это, сумка, ну какая-то гармошка похожа, чем-то отдаленно. Угу. Ну вот, посмотри, как бы... А у тебя прям там все серьезно, что ли, это, любовь до гроба и все такое. До гроба. Прям во щве, да? Нет, я не знаю. Да? Ну смотри, ну ладно, окей, короче, раз у тебя там все серьезно, любовь до гроба... Я, в целом, в моем случае, было много проблем. Короче, да. Тебе хорошего вечера, удача тебе доехать. Куда-то там собралась на вечер? Подозначение у нас, да. До визы. Все, пока. Ну как бы, да, спасибо. Хорошего тебе вечера. Спасибо. Привет. Ты что такая, это... А можете... А, ты у тебя, это... Блин, а у тебя в оба наушника. Я тебе хотел попросить, что ты наушник вытащила. Почему? Пообщаться хочу, зачем? А, да, вот так вот. А ты прям бежишь куда-то, да? Я прям хочу это, просто тебя на минуточку остановить и пообщаться. Понимаю, я все, ты хочешь прощаться. А? Пообщаться хочу, минуточку. Обязательно надо что-то спрашивать, да? О, поверьте ты какая. Прямо это пунктуальная, да, минуточка, все. Не, остановись прям буквально, серьезно, это важно. Вот, просто пообщаться с тобой хочу. А ты прям такая какая-то улыбчивая, очень. Домой. Синим у этого. Ты домой бежишь? А ты что, шокилась там, не знаю, с работы? Нет, прям купала крем. Да. А? Сейчас, подожди, что-то ветер мне дует отбухо. Сейчас, подожди, вот так вот. Не, не, я не трогаю тебя, просто переверну немного. Вот, офигеть. Ну и как купила, все, ништяк. А я, короче, бегу к другу, и тут ты, представляешь? Он меня там ждет в охотном ряду, короче. Я уже опаздываю к нему, правда, минут на 20. Но, что ж поделать. Такие девушки попадаются, как вот пройти. Слушай, как тебя зовут-то? Я слушаю Катя. Катя, меня Антон зовут. Катенька. Слушай, у тебя очень такие мягкие руки. Тебе прям... Вот я не думал, что я это скажу, но тебя приятно трогать. Серьезно. Прям очень приятно трогать. Да. А я хочу прям пообщаться. Я тебя отпущу сейчас. Прям вот буквально еще немножечко. Просто понравилось мне, я вот решил подойти, пообщаться. Где сколько? Да. А вот сколько, на сколько выгляжу? Не знаю, 27. Ну это широкое понятие, знаешь, что-то... Ну 20 с хвостиком, да? А на сколько хвостик большой? Мы тогда у тебя узнаем. Ну 20 с хвостиком. Ну 24 мне. Ааа, хорошо. А тебе сколько? Приехал сюда в гости или в гости? Я здесь работаю. Я учился. Закончил в этом году. Вот. С айтишником работаю. А там компьютерами? Делаю разные штуки, да, с компьютерами. Прикольные. Где работаешь? Ааа, на Сбербанк работаю. Да, я еще. Понятно. Разные там делаем. Прикольные программки. Да сейчас прям на тебя отпущу, правда. Вот. Слушай, прям, ну ты не знаю, какая-то это... Довольно такая позитивная, веселая девушка. Я тебя хочу еще увидеть. Ну, да конечно не все. Москва вообще увидишь. Не, подожди, ну как бы вот я увидел тебя, и ты мне понравилось. Инстаграм дача? Зачем? Номер будет достаточно. Не, инстаграма у меня. А зачем? Номер я никогда никому не даю. Не, подожди, подожди. Ну, смотри. Во-первых, меня в инстаграме нет. А во-вторых, как бы тоже нет. Ну, как бы я дофига работаю. Представляешь, я постоянно сижу с компьютерами работаю. Думаешь, они меня не надоедают. Я не поверю, что тебе ни инстаграма, ни контакта. Серьезных нет. Вместе телега и ватсап максимум. Потому что там есть чаты. Ой, тишненько, нет инстаграма и контакта. Да. Буду с компьютером фоткать, знаешь, что это. Ты человеку так делать, значит, что он прям... Не, ну, серьезно, нет. Как, нет, так. Контакт. Дай ручку, прям серьезно. Не, ручку не дам вообще. Не, ну, как бы ничего такого я не в это не сделаю. Прям серьезно. Чтобы это... Просто кому, чтобы ты по ней поверила, я не обманываю. Ватсап, да, я спрошу ватсап. Ну, как номер. Давай, хорошее, ватсап тебе напишу. 8, 985. Пиши. И одноклассник. Да, одноклассник. Там, по-моему, одни дедушки сидят с бабушками, нет? Слушай, короче, я на самом деле забыл твое имя. Прям, представляешь? Катя, напиши Кремль, да? Я лучше президент. Катя, Катя улыбчиво напишу, очень. Сейчас, погоди, прям важный момент очень. А, вы звоните, да? Конечно. Капец, ты такая хохотушка. В смысле, а, ты так мамишь номер два. Как ты зовут? На всякий случай. Антон меня зовут. На всякий случай. Не, погоди, погоди, почему на всякий случай? Написать. Не, а, ну... Пописать. А как ты мне хотела написать? Просто Кремль, да, написать? Короче, сохраним номер. Прям это. Ну, чтобы это... Я когда тебе позвонил. Антон, да? Там все бы это... Да. Подожди. Нет, важно на самом деле. Боякетвил. Катенька. Сейчас прям какая-то синяя, вот синяя такая, я не знаю. Ты, наверное, море любишь. А то. Ну, серьезно? Везешь меня на море? Ну, не знаю. Будешь себя хорошо вести? Может быть. Может быть. Хорошо, обязательно. А, ну, все, давай пока. Короче, погоди, погоди. А, попрощаться? Ну, за ручку по-нормальному прям. Все, давай. Хорошего вечера. Что она там? А? Что рассказывать? Да, что-то, говорит, это... Как мне запишешь, короче, Катя Кремль, тихо. Я говорю, нет, напишу Катю глупщего. Я там, что-то это... Ну, такая она, кстати, позитивная девчонка. Довольно-таки. Прикольно пообщались. Я тебя снимаю, короче, подбородок. Подбородок мой? Ну, наверное, это он не очень. Оператор, отдога. Клевый просто подбородок такой, знаешь, сексуальный. Так, ну, что скажешь о тренинге? Как давно проходил тренинг? Ну, тренинг проходил две недели назад. Ну, короче, только одни положительные впечатления и эмоции от тренинга. Какие результаты? Вот скажи, что было до и что стало после? Ну, короче, до тренинга подходил к девчонкам, но как бы в основном только к тем, как бы... Которые так все средненькие были. Вот. После тренинга подхожу ко всем девчонкам. Вот. Меня как бы не волнует особо там это... Отхажет он меня, откажет. Просто подхожу пообщаться. Как бы завязалось общение, девчонка прикольная. Беру номер. Продолжаем там общение, не знаю. Слушай, ну, знакомства с знакомствами, вот сейчас за эти две недели как свиданки проводишь? Там, может, не знаю, женился он или кто-то? Не, ну, как бы свиданки-то провожу, там, смотрю, как бы, может, знакомиться и женюсь в будущем. Но пока нет. Что парням скажешь, которые еще раз сомневаются, думают? Ну, парням скажу, что, как бы, не надо думать. Жизнь идет, и она очень быстро идет, на самом деле, мужики. Надо действовать. И чем быстрее, тем лучше. Потому что сейчас, как бы, там, 20 вам, 30, не знаю. Там, через некоторое время, причем очень короткое время, будет там 40. И вы будете думать, блин, нахрен, вот у меня было 30, я, как бы, не пошел, а сейчас старый. Че ж такое говоришь-то, вот ты сейчас все настроение испортишь. Ну, в смысле? На больное давишь. Ну, как бы, это реальность, как бы. Я вот тоже думал, как бы, у меня были сомнения, думал, блядь, 24, как бы, они слишком у меня старые для тренинга. Пришел, а там мужики, короче, сидят им по 30 за слишком, 35 лет. Некоторые уже развелись. Ну, это очень хорошо, да. Потому что парни развиваются, несмотря на возраст. Да, это хорошо, как бы. Начинается. Ну, важно, когда начинать, главное, начать и не останавливаться. Вот так сказать. Да, ну, как часто говорят, учиться никогда не поздно. И это надо делать. И делать это чем быстрее, тем лучше. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.